Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тарас, юрист на моем канале на YouTube. В этом видео я хотел бы поговорить о том, как произвести процедуру замены директора в юридическом лице, в ООО, либо в частном предприятии. Ну, значит, такая возникла ситуация, что у вас есть директор, и по каким-либо причинам он уходит, не знаю, увольняется, либо что-то у вас меняется, и вы решили поменять, поставить нового директора. Что для этого нужно, какая процедура на сегодняшний день для этого, расскажу полностью. Ну, значит, вы приняли такое решение поменять. Вам необходимо будет составить протокол общего собрания. Все учредители подписываются на этом протоколе, независимо, сколько он там, один учредитель, либо 10, либо 20, ну, не важно. Они все должны подписаться. И, в принципе, этот протокол достаточно простой. Можно из одного пункта, можно из двух его составить. Там прописывается, во-первых, что директор такой-то, Иванов Старый, к примеру, увольняется из ДОО, а директор новый, там, к примеру, Петров, берется новый. Это можно двумя пунктами, можно один. Ну, и обязательно указываете дату, что, допустим, 10, к примеру, января директор уволился, а 11 обязательно следующий назначился. В один день нельзя, и чтобы было два директора. Ну, значит, сделали вы этот протокол. Кроме этого протокола, что вам еще нужно? Если идет не сам директор, то тогда надо еще сделать доверенность. Доверенность делается от фирмы на простом бланке. Там прописывается, что вы имеете право подавать документы государственному регистратору и так далее. Все эти образцы я, естественно, дам снизу, под видео сможете скачать. Кроме этого, что еще надо? Необходимо будет заполнить карточку на замену директора. Карточка заполняется, там указывается фамилия нового директора, его идентификационный код, и все эти документы, карточка, доверенность и протокол о смене директора подается государственному регистратору по месту вашего нахождения юридического лица. В Одессе у нас, я всегда, например, в Одессе все рассказываю, он в одном месте, и туда, в принципе, он подается. Вы подаете эти документы туда, и в течение нескольких дней, ну, 3-4 дня, еще забыл сказать, что ничего платить за это не надо, никаких платежей за это на сегодняшний день нет. Вам выдают выписку на нового директора. Там уже пишется директор новый, его фамилия, инициалы, там, сколько его числа он и так далее. Что дальше надо делать? На сегодняшний день ни по каким фондам, ни в налоговую, никуда ничего ходить не надо. Никаких, в принципе, действий не надо перемазать. Сейчас все это делается по электронке, у государственного регистратора меняется все автоматически. Значит, вы берете эту выписку и идете к нотариусу, берете остальные установные документы, что там у вас есть устав, либо еще какие-то, еще, может, есть документы на это предприятие, и идете к нотариусу и делаете эти карточки образцов подписей для банка. Ну, карточки там делаются, они недорого стоят, ставится там на них печать, ставится образец подписи директора, и эти карточки вместе с копией выписки, с приказом назначения нового директора, все несется в банк. Там это за какие-то несколько дней меняется, даются новые ключи, там, для банка клиентов, все эти пароли и так далее, и все, в принципе, поменено, и у вас новый директор. Вот такая вот процедура. Если видео было полезно, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, ждем новые видео. Благодарю вас.